Сегодня, во второй день всероссийского голосования, самарцы продолжают активно являться на городские избирательные участки, чтобы высказать свою гражданскую позицию. Активность есть. Не ожидали такой, но есть активность хорошая. Поодиночке, парами и всей семьей, где выборы, добрые традиции, почти праздник. Для многих молодых людей голосование первое в жизни возможность проявить гражданскую позицию. И сразу им предстоит принять решение по двум направлениям – выбрать понравившегося кандидата в депутаты в Государственную и Губернскую думы. На самом деле, будет интересно посмотреть на результаты выборов, как вообще, ну, в общем-то, россияне реагируют на это, какая будет явка. Поэтому мои надежды будут зависеть от того, насколько кто выиграет, кто изберется в итоге. Будет уже понятно, какой курс дальше будет избран. Мне кажется, да, на самом деле, все должны прийти. Я пришла с дочерью, решила в этом году проголосовать, до этого не ходила на голосование. Почему-то мне в этом году захотелось это сделать. Приучаю, тоже вырастет, пойдет голосовать. Ну, и ей все было интересно. Считаем, что наш голос важен, за кого мы хотим голосовать, за что политика в стране была, какую мы хотим. Вот, и поэтому сын у меня заставляет тоже, говорит, идем, идем. Он молодой, вот, меня тоже подталкивает к этому. Я считаю, что это надо возрождать, чтобы каждый человек принимал участие в своей стране, чтобы за страну держались, болели за нее. Избирательные участки закрываются в 8 вечера. Ну, а завтра, 19 сентября, пройдет единый основной день голосования. Гульфия Сафина, Константин Головин. События.